друзья мои приветствую всех на канале просто дима и что продолжаем знакомиться с ценами на бу авто в республике беларусь то есть знаете вы что я периодически объезжаю наши брестки автокомиссионки и сейчас я нахожусь городе бресте улица ленинградская номер дома какой не помню но я думаю что брещане эту локацию все хорошо знают ленинградская там за мной стадион юность стадион строитель там спортивный комплекс виктория то есть собственно говоря я думаю что что место это все брещане особенно хорошо знают и здесь вот на территории платный парков есть небольшая автокомиссионка она так и называется ребята автокомис незатейливо вот собственно говоря ее реклама с улицы хорошо достаточно видно телефоны контакты офис находится вот там вот на первом этаже вот этой вот вот этого помещения охраны стоянки один раз я уже здесь если мне память не изменяет обзор делал было это достаточно давно сейчас уже понятно парк машин я думаю что процентов на 90 поменялся посмотрим что сейчас есть на этой автокомиссионки вот кстати друзья смотрите новый qashqai я еще если честно даже такого не видел на немецких номерах новая морда абсолютно раз уже зашел покажу но он не продается это видимо кто-то приехал в гости или что-то такое вот такая вот видите уже полностью измененная морда qashqai ну наверное это год наверное 22 23 даже на бампере написано qashqai интересная оптика конечно своеобразно смотрится да я еще такого не видел если честно ну что а мы тем не менее переходим к обзору само собой перед началом обзора друзья если вы не подписаны на канал обязательно прошу вас это сделать поставить этому видео лайк нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующее если вас интересует данный контент ну в принципе вы сами все знаете друзья ну а мы тем не менее переходим к осмотру переходим к обзору вот это все автомобили которые стоят в этом ряду и пару пару вот здесь в этом ряду это принадлежат этой автокомиссионки автокомиссу этому сейчас мы все подробненько посмотрим друзья начну есть вот такая вот техника мини погрузчик коматсу ска 714-5 2008 год 4800 моточасов грузоподъем на 750 килограмм снаряженная масса 2 500 18 500 долларов но насколько я помню он тут был прошлый раз когда я делал осмотр то есть в принципе техника конечно интересная хорошая но видимо видимо никому пока не надо и вот этот лафет если мне память не изменять тоже по-моему был 91 года выпуска под категорию б.е. полная масса 2 тысячи килограмм рассчитан на грузоподъемность до трех с половиной тонн цена справочна 4 тысячи двести девяносто девять долларов значит цены ребята само собой по традиции уже буду говорить в долларах сша потому что еще раз повторюсь нам в беларуси и так привычно курс у нас сейчас наш белорусский рубль где-то плюс-минус в районе 2 и 8 рубля за 1 доллар вот но цены буду говорить в долларах если вам если вы смотрите где-то из другого региона из другой страны значит просто переводите стоимость на курс своей валюты национальной и будете знать сколько это стоит там в российских рублях в тнг в гривнах там и так далее значит что тут начинаем с чего ниссан тирана ребята ниссан тирана второго поколения второй рестайлинг 2002 год 2.7 дизель механическая кпп полный привод само собой и цена шесть тысяч шестьсот девяносто девять долларов ну и как бы белорусских вот справочно написано двадцать тысяч двести тридцать белорусских рублей давайте посмотрим на японский джип понятно машина достаточно возрастная не может она быть в идеальном состоянии крышка багажника по низам есть обвес литые диски резина прямо скажем летняя не для каких-то покатушек за городом местами присутствуют жучки еще раз повторяю столько лет машине не может она быть конечно в идеале сами понимаете велюровый светлый салон механика вот такие вот вставки под дерево кожаный руль есть мульти управление на 1 магнитолы и так понимаю пробег 284 тысячи друзья 284 тысячи тот что на спидометре полный электропакет передний задний немножко да вот видите сидушку уже видно что подшивали и опять оторвалась задние закрыты двери но не будем есть конечно нюансики по кузову но еще раз повторяю конечно машине уже 20 лет на не может быть в идеале ну крыло вот это переднее левое такое ощущение как крашеный этот немножко зазорчик гуляет 6 690 долларов еще раз повторю за этот японский не побоюсь этого слова не дорожник вот машины уже тут есть посвежее друзья бмв x1 кузове f48 рестайлинг девятнадцатый год 2.0 дизель на акпп и цена двадцать семь тысяч четыреста девяносто девять долларов то есть шестилетнее авто так вот с первого раза даже и не скажешь что это x1 как бы на x3 больше все-таки вот сейчас последний вот эти модели бмв как-то так немножко размыты у них вот эти типы кузовов то есть издалека я бы подумал даже что это x3 хоть это x1 но не маленькая машина пирелли неплохая резина оригинальные литые диски 18 черный металлик цвет понятно это бмв то есть комплектация будет хорошая явно машина свежая из европы комбинированный салон кожа ткань лакированные вставки монитор кожаный мультируль обвес небольшой ну принципе я вам так скажу как бы и думаю что и для парня такая машина подойдет и для девушки как бы не сказать что она прям маленькая такая ну и небольшая вид достаточно достаточно красивый агрессивный такой ну вот скажем так новом стиле концерна бмв мне как бы стиль этот нравится расширена эта решетка и так далее пойдем дальше значит это chevrolet equinox насколько я понимаю equinox 3 18 года двухлитровый бензин на кпп и на полном приводе ребята на полном приводе 21 999 долларов ну явно эта машина из сша то есть это наверное одна из самых популярных моделей по пригону с аукционов америки как и chevrolet malibu и другие можно сказать бюджетные варианты то есть это бюджетный кроссовер достаточно много уже их там бегает у нас по городу я вижу ну понятно что конечно это обусловлено в первую очередь его низкой ценой при покупке где-то на аукционе понятно что с америки на 90 процентов машины идут с какими-то повреждениями ну как бы имея номер кузова все это можно посмотреть но тут вот явно вижу что скорее всего что-то было с передней частью потому что есть небольшие несостыковочки зазоров понятно люди пригоняют восстанавливают и потом кто-то ездит если кто-то себе покупает кто-то продает что и тут вижу тоже оригинальные литые диски резина кстати hankuk неплохая диски 19 друзья это такой кроссовер даже 2.0 turbo ну вообще будет неплохо ездить ехать парктроники что я вижу бесключевой доступ камера заднего вида цвет ну цвет да похоже такой черный тоже темный металлик ну тут конечно друзья царство звенящего пластика вот это вот только часть выполнена из я так думаю что из искусственной кожи все таки понятно комплектация будет неплохая передняя задняя электростеклоподъемники кожаный мультируль автомат центральная консоль я думаю что пробег тут будет небольшой хотя на бумажке не написано как правило с америки они идут с небольшими пробегами ну вот смотрите ребята я вам сказал что салон можно сказать в идеальном состоянии чем-то убранство салона похоже на те же малибу вот тряпичные сиденья ну я вам так скажу ребята тут еще салоне можно сказать запах новой машины вот мне интересно всегда было посмотреть багажник ну даже ведь электро электро лифт задних дверей задней двери багажник багажник неплохой да конечно он не огромный прямо скажем но он неплохой и вот есть смотрите один под пол и есть второй под пол и только там заказ докатка запаска ну и даже смотрите шумка какая то есть и так вот бесшумно закрывается даже я бы сказал не слышно как двери закрываются вот такой вот эквенокс еще раз повторю это восемнадцатый год двухлитровый бензин и цена 21 999 то есть практически ну 22 тысячи долларов но ребята так как это комиссионка само собой здесь присущи как любой комиссионки кредит лизинг выкуп автомобиля в зачет могут принять ваш автомобиль если у вас не хватает какой-то суммы поставить на комиссию и так далее то есть принципе все как во всех наших комиссионках белорусских вот такой вот интересный интересный в первую очередь обвесом и цветом porsche cayenne gtc 2008 год рестайлин 4.8 литра бензин в 8 на кпп на полном приводе и цена ребята всего двенадцать тысяч сто девяносто девять долларов двенадцать тысяч сто девяносто девять долларов да если вы купите эту машину реально вы будете единственным владельцем porsche cayenne в таком цвете обычно они идут черные ну как бы такой мне кажется основной цвет porsche это черный ну красный конечно ну как бы кажется cayenne больше в черном ну в белом иногда попадается ну в салоне тут понятно все дорого богато cayenne автомат вставки под алюминий вставки под хром салон комбинированный кожа алькантара я так понимаю есть тут куча смотрите электрических регулировок памяти и даже на водительском и под то есть даже на пассажирском сидении да даже алькантара смотрите на дверных картах молодцы конечно porsche не экономят на салоне огромные катки тапочки возможно скорее всего даже он крашеный но целом так она есть небольшие нюансики виде таких вот моментов жучков но опять же машине тоже извините меня не 3 не 5 лет больше десяти точно так же и со стороны водителя кожаный мультируль такая вот приборная панель логотипы porsche прикольный аппарат да конечно возможно на любителя этот обвес но как говорится сколько людей столько мнений ну что еще одно пмв ребята тоже я понимаю тройка да и тройка ребята 330 x drive то бишь полный привод в кузове и в тридцать восемнадцатый год рестайлинг 2 литра бензин автоматическая кпп и цена ребята 23 399 долларов пятилетняя машина led фары оригинальные литые диски черный цвет люк плавник в общем все ребята все пацанские навороты 330 и не знаю тройка конечно как бы вот я лично больше склоняюсь к пятерке тройка как бы не знаю может для молодежи как бы ну для таких уже что называется автовладельцев постарше наверное все таки уже надо смотреть в сторону пятерки или семерки ну как бы восемнадцатый год пять лет машине ну тут понятно комплектация тоже неплохая автомат мониторчик правда небольшой кожаный мультируль кожаное сиденье сиденье я бы сказал даже практически без следов эксплуатации ну как бы возможно это все таки американка не знаю судя по вот этим вот габаритам в крыльях как бы возможно из америки машина но не утверждаю вот такой вот есть интересный автомобиль kia optima 4 рестайлинг 19 год а интересно она в первую очередь тем что у него ребята дизельный мотор 1.6 обычно они бензиновые а этот на дизеле 1.6 дизель на и на автоматической коробке 19 499 долларов за 19 год ну так вот смотрится kia optima я бы даже сказал может даже и посимпатичнее чем тройка бмв не в обиду будет сказано любителям бмв кузов это ребята седан ну честно говоря в optima мне больше нравится универсал но опять же мое мнение хорошие литые диски оригинальные резина летняя бесключевой доступ что я вижу ну как бы визуально машина выглядит неплохо 19 половиной тысяч долларов тут тоже передние задние электростеклоподъемники это все мягенькое но здесь уже ну хотя не жесткий пластик пластик но мягенький салон ребята тоже из двух видов обивки то есть ткань по центру и по бокам искусственная кожа ну вот здесь еще такая вот кожаная вставочка вот такой вот симпатичный руль мульти автомат и пробег ребята всего сто десять тысяч семьсот километров то есть чуть больше ста тысяч километров пробег на гарантии официально все подвергну подвержен пробег но единственно что гарантия только в европе ну я понял ну это же из европы машина да ну вот подсказывает мне тут владелец автомобиля что она еще даже на гарантии стоит но правда гарантия ребята европейская то бишь машина из европы прибыла здесь она скорее всего не действует но как бы в европе без проблем гарантия как бы существует если какие то вопросы всегда это можно решить еще раз повторю 19 год 1.6 дизель автомат 19 499 ну как бы визуально машина смотрится очень хорошо ну и комплектация тоже неплохая дальше идем дача логан 2 ребята 19 год рестайлинг 1.0 бензин на механике и цена 11 тысяч четыреста девяносто девять долларов то есть это тот же наш рено логан всем известный всеми любимый только в кузове универсал если мне память не изменяет по-моему собирались на заводе в россии тоже делать универсалы ну потом сами знаете из-за каких событий все это как бы затухло затихло и сейчас мы видим универсалы только дача и даже понятно машина из европы пробег ребята кстати всего 25 тысяч километров то есть новая машина фактически ветровики рейлинги ну внешне тут понятно тот же логан мало чем отличается ну она такая высокая с парктрониками и как бы не маленькие ребята а я бы даже сказал огромный багажник посмотрите какой я думаю что при сложенных сидениях он даже может посоревноваться и с гольфом и с пассатом запаски нету там наборчик компрессор корыто ну понятно что это бюджетная все таки машина вот посмотрите как выполнена задняя крышка то есть это голый металл вот это вот это пластик ну хоть ручку догадались сделать для закрытия и то хорошо ну и цена ребята 11 тысяч что вы сейчас купите скажите за 11 тысяч ну там девятнадцатого года условно да ничего так что как вариант для такси тоже почему нет ну дача это компания понятно румынская но как бы ее выкупил концерн Nissan Renault или Renault Nissan ну и понятно модели все дублируются только под логотипом дача дальше идем еще один француз Peugeot 308 в кузове Т9 рестайлинг восемнадцатый год 1.6 литра дизель на механике 12 899 ну ценник неплох для универсала тем более давайте глянем серый металлик оригинальные литые диски парктроники ну вот еще французские даже номера присутствуют то есть машина из Франции есть небольшая вот такая вот бордюрочка по дискам кое-какие коцки я думаю что для Франции это нормально там народ паркуется особенно в Париже и в больших городах по звуку бампер в бампер ну как бы так больших каких-то серьезных косяков я не вижу по комплектации передние и задние электростеклоподъемники кожаный мультируль шестиступенчатая механика монитор вот такой вот маленький спортивный руль ну не знаю по мне это на любителя все-таки кому-то нравится кому-то не очень мне лично такой более большой более классический руль больше нравится мониторчик такая вот центральная консоль алюминиевые вставки ну салон понятно тканевый черненький хватает уже тоже по нашим дорогам бегают смотрим багажник ну багажник ребята багажник тоже огромный аля гольф гольф класс ну судя по вот этим надписям декро индустриал то есть скорее всего где-то машина была на фирме какой-то ну я так думаю так вот такая вот машина ребята киа церата второго поколения где-то я ее видел по-моему она если мне память не изменяет другой комиссионке брестской продавалась сейчас переехала сюда двенадцатый год два литра бензин на механике шестиступенчатой одиннадцать тысяч четыреста девяносто девять долларов значит это двухдверная версия с таким вот интересным обвесом тюнингом я бы даже сказал оригинальные литые диски вот такой вот спойлер парктроники кауп значит это купе двухдверное купе кожаный мультируль шестиступенчатая механика салон ткань ну или велюр велюр с тканью ну это так машина для молодого парня так попантоваться чисто вот небольшие косички на бампере как-то полопалась но она не полопалась как-то пошла какими-то полосами краска ну такой бампер надо беречь то есть даже такой жестковатый мне кажется лежачий полицейский это уже проблема будет для этой машины но смотрится оригинально дальше идем Toyota Yaris ребята второй рестайлинг восемнадцатый год литровый бензин двенадцать тысяч четыреста девяносто девять долларов да дожились мы ребята что Yaris уже стоит двенадцать с половиной тысяч раньше они стоили восемь девять десять максимум комплектация обычная пластик ни мониторчика ничего то есть такой обычный обычный Yaris но есть парктроники хотя машина конечно неплохая надежная любят у нас эти машины особенно женский пол любит за ее надежность неприхотливость в принципе надежная городская машина с небольшим расходом топлива пройдемся по вагу значит это у нас шестой гольф 1.2 бензин на турбе на семиступенчатой DSG и цена ребята семь тысяч четыреста девяносто девять долларов 2010 год противотуманные фары передние и задние парктроники литые диски пятидверный хэтчбек передние и задние электростеклоподъемники ну понятно DSG климат механический магнитолка простенькая пробег 278 тысяч ну не такой маленький кожаный мультируль правда кожа уже немножко такая вытерлась ну плюс минус соответствует пробегу есть круиз-контроль подлокотник несмотря на то что это компактный все таки автомобиль вот сами видите места вполне достаточно был у меня пятый гольф в универсале тоже такого же черного цвета мне машина очень нравилась надежный адекватный простой автомобиль ну 1.2 TSI конечно моторчик такой на любителя но тем не менее если обслуживать будет он ходить никуда не денется ну и турбинка все таки на турбинке будет ехать бодро эмж 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 350 12-го года 1.5 бензин на механике 5 399 долларов эмж это не тот эмж который в англии эмж китайский то есть китайский седан даже не подскажу на базе чего он сделан небольшой такой достаточно в размерах Механика пятиступенчатая Вот такая вот приборная панель Руль обычный пластиковый, не мульти Но полный Электропакет, ну как полный Передний, задний, электроподъемники С блокировкой Электрозеркала Центральный замок Немножко обшивочка Уже полопалась Ну и как бы смотрите Сзади достаточно просторно Для задних пассажиров В принципе вот такой вот 350S 350 это значит До 350 км в час разгоняется Шутка Ну есть вот такие вот уже моменты Понятно это китаец И вот такая не очень хорошая трещина На лобовом стекле Хотя можно, мне кажется Техосмотр попытаться можно пройти Ну и тут вот не хватает каких-то На переднем На передней решетке На капоте Наверное тут какая-то хромированная вставка Должна быть Конечно она немножко вид Омрачает Ну ребята Это 5300 за 2012 год Тоже для такси вариант Может быть Еще один француз Только это уже Citroёn В кузове C5 2001 года 2.0 дизель Ну наверное HDI этот мотор На механике 4199 долларов Литые диски Серый металлик Ну тут все стандартно Есть какие-то накидки Накладки На сидение переднее Передние и задние электростеклоподъемники Велюровый салон Место конечно тут тоже Вагон Кузов седан Конечно это корабль Машина Очень комфортная Мягкая Даже убаюкивающая Я бы даже сказал Кто-то любит Кто-то нет Ну как бы Есть почитатели И у этих машин тоже Дальше идем Ну вот уже такое вот Совсем что-то бюджетное Рено Меган 98-го года 1.9 дизель На механике 1799 долларов То есть 1800 долларов Грубо За Меган Видно что он Свежий Облит Покрашен Механические крутилки Ну салончик ребята Салончик еще бодрячком Для дизеля Тем более Механика Ну как бы все стандартно Кузов Пятидверный Хэтчбек Немножко вот этот Выскакивает Молдинг Поправим Машина Машина видно что покрашена Скорее всего Подваривалась Хорошо это или плохо Да я думаю что Для машины Ценой меньше 2000 долларов Это больше плюс чем минус Да если бы эта машина Стоила там 20 тысяч Или даже 15 Ну это бы Какие то вопросы Скажем так Возникали бы по этому поводу А когда Старая машина Ну покрашена Это нормально Мне кажется Кому нужен Недорогой Городской хэтчбек Тем более На экономичном моторе На дизеле Пожалуйста Так ну и что тут у нас Друзья Вот еще Два автомобиля Которые остались Еще Не осмотрены Это вот этот вот Француз Рено Лагуна 2003 года 2.2 дизель На механике 3899 долларов Тут кстати Когда я пришел Люди его смотрели Делали тест драйв Ну немножко Тут вот нюансики По переднему бамперу Немножко Не на месте стоит Ну так Понятно Сколики Мутные фары Тут тоже что то Видимо Бампер Либо снимали Либо подделывали Понятно что Есть нюансики По коррозии Пороги Кузов кстати Универсал Ну цена В принципе До 5000 Такие машины Пользуются Спросом Это можно сказать Сейчас Самое что ни на есть Бюджетное У нас Салон кстати Был когда то Богатый Кожа ткань Ну правда Уже тут Немножко Подшито Все Кожаный Руль 2.2 Дизель 3.899 Еще раз повторю За лагуну Ну и Вот такой вот Опель Омега Рестайлинг Омега Б Значит 2002 год 2.2 литра ДТА Дизель Механика Пятиступенчатая 5599 долларов Серый Металлик Нравится мне Эти Омеги В рестайлинге Была у меня До рестайлинговая Когда то Оригинальные Литые диски Да конечно У Опелей Самая Большая Проблема Это кузов Но здесь Надо сказать Что проблема Это устранена Машина Скорее всего Подкрашена Ну и Ничего плохого Я в этом Не вижу 2.2 ДТИ Мотор По моему Если мне память Не изменяет Что-то в районе 125 Коней Были они Еще Двухлитровые Были 2.5 Дизельные На механиках На автоматах Ну понятно Было Множество Бензиновых Моторов Ну тут Что-то Или это Полиролька Не стерли Что-то Не хочет Открываться Водительская Дверь Есть Каркасные Шторки Посмотрим Отсюда 413 тысяч Пробег Что я вижу Ну такая Своеобразная Панель Как у всех Опилей в тех Годах Кожаный Мультируль Подлокотник Ну как бы Салончик Еще такой Достаточно Чистый Опрятный Ну еще раз Повторю Как бы В таких Машинах Конечно Я думаю То что она Подкрашена Это больше Плюс Чем минус И комплектация Видно Что была Неплохая Но она Как бы Сейчас есть Линзованная Оптика Омыватель И фар Как бы Вид есть У машины Несмотря на то Что Она 2002 года То есть Машине Уже больше 20 лет Единственное Что портит Немножко Это вот Эта вот Трещина На лобовом Стекле Конечно Конечно Она Внешний Вид Портит Ну Уже Как говорится Как есть Так есть Все Друзья Вот собственно Говоря И вся Комиссионка Как говорится Осмотр Все что было Я вам показал Еще раз Повторю Это Комиссионный Магазин Автокомис Находится На улице Ленинградской На территории Парковки Платной Если у кого Какие то вопросы Пожалуйста Приезжайте Смотрите Тестируйте Торгуйтесь Покупайте Ну а я с вами Прощаюсь Это был Канал Просто Дима Цены БУ авто В Беларуси Всем большой Респект И увидимся На канале Пока Пока Друзья Пока Субтитры Редактор субтитров